друзья я вас всех приветствую с вами канал жизни подоконники сегодня у нас с вами такая тема орхидея отцвела что делать дальше большинство людей покупают конечно же именно цветущие орхидеи или дарят цветущие орхидеи и когда орхидея цветает многие не знают а что вообще дальше с ней делать вот давайте на примере моей орхидеи которую я купила 1 ноября сегодня уже 29 декабря она у меня отсвела давайте на ее примере посмотрим значит что с ней делать дальше первым делом мы осмотрим с вами цветонос его можно удалить полностью а можно оставить если мы его оставим то из живых почек могут пойти либо вдруг появится детка такое тоже бывает либо он будет потом когда свисте еще раз будет то есть боковой почки растить цветонос но можно удалить полностью для того чтобы появился новый цветонос и вам было аккуратно красиво сформированы цветы не торчали во все стороны для каждого как бы свое если вы решили например цветонос оставить то надо найти первую живую почку из которой еще может что-то пойти смотрите здесь у нас все уже отсвело здесь уже ничего нового не появится здесь была тоже цвела здесь боковая почка из нее тоже уже ничего не появится здесь все то же самое видите все уже данные орхидеи отцвело убираю в держатель цветоноса и значит я для себя решаю что я этот цветонос полностью удалю если бы здесь где-то были вот живые почки то я удалила бы на сантиметр выше живой почки так дальше что нам нужно решить оставляем мы ее в грунте к магазину или будем пересаживать если ваша орхидея хорошо себя чувствовал долго цвела у нее хорошие живые корни в данном грунте то пересаживать ее совершенно не обязательно она может продолжать там расти цвести и радовать моем случае вот видите гнилой корень вот здесь вот тоже внизу гнилые корни соответственно моей орхидеи что-то у меня дома в таком грунте не нравилось и я ее буду сейчас пересаживать для этого я подготовила новый грунт сажать буду в смесь керамзита и пеностекла и во что я буду сажать я выбрала закрытую систему вот такой вот стаканчик обыкновенный я купила его в обычном магазине вот они у меня по размеру практически схожи я думаю что ей как-то будет нормально и так беру кейте куда я буду складывать мусор беру орхидею аккуратненько придерживаю за шею и вот так вот аккуратно обминаю я ее не поливала несколько дней специально потому что когда грунт очень сырой он все грязное тяжело вытаскивать посмотрите некоторые корни они решили сами и не поливал я ее уже очень очень давно до сих пор влажный то есть он для моих условий его квартире слишком влагаемкий сейчас зима холодно она стоит на окне без всяких досветов и естественно ей такое количество влаги не нужно может быть летом ей было бы и хорошо в этом грунте но сейчас нет это не ее грунт и она она конечно не погибнет с ней еще не будет но вот она например могла дольше цвести да если бы ее все устраивать плюс вот этот вечно сырой торф стакан я его уберу сейчас вот вокруг него кстати очень хороший корешочек вот видите до сих пор хотя внешне они вот уже кажется сухие давно не политые а вот внутри вот за счет этого торф стакана до сих пор она сохраняет влагу это не очень хорошо получается что мы можем ее заливать то есть нам будет казаться что она сухая а на самом деле там внутри еще полно влаги аккуратно чтобы не повредить здорово вот эти вот корешки молодые аккуратненько надо все разобрать и просто убрать торт стаканчик вот видите вот эти вот корни которые у нее гнилые они многие сами не отвалились так тут на нужно убирать старые сухие чешуйки от листьев руками или пинцетом как кому удобнее обрежем давайте с вами цветонок вот я его срезала так сейчас убираю с вами торт стаканчик здесь к нему сильно прилипли корешки поэтому надо очень-очень аккуратненько его убрать нам нужно максимально все сохранить чтобы не повредить нашему цветочку чтобы у него все было в порядке видите у нее очень многие корешочки сами отвалились которые уже гнилые и сухие здесь по живую часть обрежу все сухое и гнилое что найду я аккуратненько срежу вот смотрите вот какой хороший корень и часть вот участка сухая вот здесь соответственно я его трогать не буду я его оставлю потому что там внутри есть тяж и через этот тяж она все равно поэтому корни питается а вот этот вот сухой корень вот досюда где-то вот досюда я его срежу так осталось нам до убирать этот аккуратно тоже стакан которым корешочек прям прилипли вот осматриваем корни никуда не торопимся вот корни сами по себе хорошие толстенькие смотрите плотные осмотрим шею чтобы она у нас была в порядке чтобы на ней не было ни никаких загниваний она у нас хорошего . вот тоже хорошие такие вот листики у нее вот так растут уберем чешуйки какие-то которые здесь остались может быть от листиков в прошлом потому что орхидея растет листьями вверх то есть у нее появляются из точки роста новые листья а здесь уже получается у нее старые листья и чем старше орхидея тем линее у нее шея так посмотрели осмотрели видим что мы избавились практически от всех сухих гнилых корней вот такой вот у нас получается то что к ней прилипло не надо оттирать насильно оставляем так значит ей нужно все в таком виде мы оставим ее просушиться чтобы все что мы сейчас с вами срезали у нее затянулось потому что это открытые рамки сейчас я посмотрю подходит ли кстати у нее довольно большая корневая по сравнению с самой орхидея может быть ей этот стаканчик и не подойдет ну да мне кажется что ее маловат поэтому я сейчас возьму другую елкой вот тут вот ей как раз будет хорошо это ее размерчик и она там будет обживаться так осталось нам подождать как минимум 40 минут а то и больше после чего мы ее посадим в новый грунт итак друзья прошло у нас пару часов все у нас затянулось и сейчас мы будем готовить нашу орхидею к посадке сейчас будет все звенеть поэтому я заранее извиняюсь но надо показать все таки как я сажаю итак закрытая система это горшок без дырок стеклянный вниз я кладу керамзит так чтобы дно было заполнено горшочком керамзитом любой правки но лучше крупной чтобы было больше циркуляции воздуха в орхидею вот я положила ей слой керамзитов дальше я беру орхидею примеряю ее раскладываю можно вот так ее провернуть смотрите она должна быть так чтобы она из горшка не торчала то есть вот она не должна вот так вот над горшком то есть она у нас получается чуть-чуть туда заглублена далее мы пеностекло в перемешку с керамзитом всю емкость заполняем поворачиваем горшок периодически его вот так вот постукиваем трясем чтобы у нас все распределилось ровненько там и заполнилось не буду вам шуметь сейчас покажу как получится в конце если вам что-то не нравится как села орхидея еще что-то пожалуйста вынимаете и просто делайте за мной я так могу делать до несколько раз пока мне не устроит как уселась орхидея в горшочке вот такая посадка получилась вот смотрите у нее там много воздуха внутри корешочки хорошо видно это для нас очень удобно чтобы потом видеть как ее поливать вот такая орхидейка шея у нее практически свободна вон она и к ней есть доступ к воздуху как поливать расскажу вам в отдельном видео потому что очень много вопросов именно про пеностекло и закрытую систему но пересаживаю таким образом орхидею не поливать как минимум 3-4 дня чтобы у нее не загнили корни на этом все друзья если есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях всем отвечу ставьте лайк если видео было вам интересным и полезным подписывайтесь на канал Жизнь на подоконнике рассказываю здесь все что знаю про орхидеи про фиалки и про другие цветы всем пока и до новых встреч